После огромных жертв во время Третьей мировой войны, человечество приходит к выводу, что всему виной чувства и эмоции, и отменяет их, надеясь таким образом достичь вечного мира и покоя. Меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. Пустя несколько десятилетий после окончания Третьей мировой войны, на Земле наступает время, в котором людям запрещено выражать свои эмоции. Для того, чтобы искоренить чувства, приводящие к уничтожению всего и вся, было создано новое силовое подразделение, названное Граматон Клерик. Его задачей было обнаруживать и уничтожать подлинный источник агрессии человека к человеку, то есть способность чувствовать и сострадать. В один из дней работники Граматона приезжают по адресу, где собрались подозреваемые в нарушении эмоционального порядка. Боевики и организации сразу открывают огонь, уничтожая всех, кто попадается на пути. Нарушители оказывают яростное сопротивление, но их силы явно не равны. В здание входят двое высокопоставленных клериков, Джон Престон и его напарник Эрол Партридж, и проходят к закрытой двери в одно из помещений. Джон приказывает никому не вмешиваться, долгое время вслушивается в тишину царящую за дверью, а потом врывается в темное помещение и застывает. Повстанцы не сразу понимают, что случилось, а когда Джон открывает убийственный огонь, становится уже поздно, практически все уничтожены на месте. Когда свет загорается, военные видят только трупы, охраняющие старинные вещи и предметы искусства. Джон указывает на схрон в полу комнаты, где оказывается картина да Винчи Мона Лиза, которую, признают подлинной, и по распоряжению клерика сжигают на месте. После рейда Престон замечает, что Эрол забрал с собой одну из книг, вместо того, чтобы сдать ее на сожжение. Напарник отговаривается небрежной работой команды зачистки и сам вызывается уничтожить предмет. Клерики возвращаются в управление, откуда на весь город транслируются призывы искоренить ненависть, злобу и ярость, приводящие к войне. Эти речи произносит вождь, отец государства Либрия, который всей душой болеет за народ и его процветание. А чтобы достичь счастливого мира, люди первым делом должны подавить все свои эмоции, для чего каждый день население употребляет специальный препарат Прозиум. Теперь людьми руководит только совесть, и чтобы так было всегда, клерики уничтожают все предметы красоты, способные пробудить в людях эмоции. Вот и в этот день, в другом месте Либриума, сотрудник Грамотона проводит допрос подозреваемого. Запись допроса подозреваемого по кодовому делу FARFOR. Вы подозреваетесь в нарушении общественного порядка и проявлении эмоций. Что вы можете сказать в свою защиту? Уверяю вас, произошло недоразумение. Никаких эмоций проявлено не было. Недоразумение, говорите? Хорошо. При обыске в вашей квартире? Было найдено. Коробка из-под пиццы – одна штука. Коробка из-под ВОКа – три штуки. Контейнеры, в которых предположительно находились роллы. А самое главное – вот это. Итак, я тебя спрашиваю, что такое FARFOR? Я не знаю, что такое FARFOR. Я не знаю, чем они занимаются. Может, крутит и варит FARFOR. Может, лепит и жарит FARFOR. Я не в курсе. Не знаешь, говоришь? Ладно, ладно. Я все скажу. Это началось еще в детстве. Мы с родителями. Всегда у нас такая была традиция – готовить еду вместе. И так было всегда, но как-то раз отец ушел за молоком и так и не вернулся. И с тех пор, когда традиция прервалась, у меня каждый раз возникает желание эмоционального срыва. И тут недавно в моей жизни появился FARFOR. Я просто не могу выкинуть эту мелодию из головы. Я не могу жить как прежде. Да даже сейчас она играет у меня в голове. Крутит и варит FARFOR. Лепит и жарит FARFOR. Так и запишем. Лепит и жарит FARFOR. Продолжайте. С тех пор у меня все изменилось. Мне вся еда начала казаться какой-то пресной и безвкусной. Я стал обращать внимание на всю серость и унылость окружения. Да и лекарство, подавляющее эмоции, перестало действовать. Так. Ну вот вы и сознались. Значит так и запишем. Подозреваемый связался с запрещенной организацией, которая поощряет хорошее настроение и подрывает авторитет вождя. Нет. Вы все перепутали. FARFOR это федеральная сеть доставки еды. Тут каждый сможет найти что-то для себя вкусное. Пицца, роллы, сеты, воки. В общем еда на любой вкус. Вы лучше вот что у себя запишите. FARFOR это вкусная еда, быстрая доставка, очень демократичные цены и что самое важное, качественный сервис. Как вы сказали, демократичные цены? Да, а еще обновляющиеся скидки акций и доставка в течение часа даже в таком большом городе, как наш. Вот, смотри как легко и просто можно сделать заказ в приложении. О, вот и курьер приехал. Просто я заказал поесть до вашего прихода. Вот заодно и попробуйте сами. Слушай, а установи мне такое приложение. Да ты сам его легко скачаешь по ссылке в описании под видео. А по промокоду KINOFOX ты получишь скидку в 300 рублей при заказе от 1290 рублей до 31 августа. Круто же, согласись. Да, реально здорово. Спасибо тебе. И да, кстати, у меня тоже для тебя кое-что есть. Что это? Молоко, за которым я ушел от вас 15 лет назад. Сынок. Вот и в этот день, добравшись до города, Джон и Эрол, услышав всеобщий сигнал, вводят препарат себе в шею. Однако первому вдруг кажется, что его друг не вставил капсулу в пистолет. Они проходят в кабинет вице-консула Дюпона, который является голосом вождя. Мужчина благодарит клериков за службу и интересуется, каким непостижимым образом Джон всегда находит тайники. Тот поясняет, что он как будто слышит голоса виновных у себя в голове, а тот советует быть осторожнее с этим методом, ведь у мужчины есть семья. Джон рассказывает, что у него двое детей, причем сын готовится пойти по его стопам, а вот жена была осуждена и казнена за эмоциональное преступление. Сам Джон не чувствует ровным счетом ничего по этому поводу, и это нравится Дюпону, который просит клерика быть более бдительным. Приняв наказ к сведению, Джон вспоминает странное поведение напарника и идет проверить, сдал ли тот книгу на уничтожение, как и обещал, и узнав, что Эрол ничего подобного не делал, едет к нему. Он находит мужчину, читающим найденную днем книгу. Увидев Джона, Эрол признается, что с радостью платит высокую цену за возможность вернуться в человеческий облик и зачитывать стихотворение из книги. Прикрываясь ею, он медленно тянется к своему пистолету, но Джон успевает выстрелить первым. В этот момент в дом входит его новый напарник Эндрю. Он рад новому назначению, потому что уверен, что теперь обязательно сделает карьеру. Он тоже интуитик и умеет чувствовать то, что испытывает другой человек, поэтому легко предугадывает шаги противника и надеется стать таким же безупречным, как Джон. Мужчина возвращается домой, где его встречает сын, но встреча двух близких людей не отличается особой сердечностью. Джон ложится в постель и только там, расслабившись, вспоминает арест жены. Он пытался защитить ее, но женщина ради детей попросила его не вмешиваться и только на прощание поцеловала мужа, попросив не забывать ее. И хотя прошло уже несколько лет, он никак не может выбросить тот день из головы. На следующее утро Джон случайно разбивает утреннюю ампулу с прозиумом. Сын мгновенно замечает это и требует, чтобы отец сходил в эквилибриум и получил новую дозу. Джон безропотно соглашается и отправляется к заводу по изготовлению препарата. Однако, из-за проблем, вызванных сопротивлением, он временно закрыт. Там его и находит Эндрю, который решил, что напарник уже получил свою дозу и приглашает сесть его в машину, так как у них новый вызов. Во время этого рейда они ловят нарушительницу ощущений, Мэри. Применив свое чутье, Джон находит в ее доме потайную комнату, полную старинных вещей. Он понимает, что женщина не могла в одиночку собрать такую большую коллекцию и мешает Эндрю убить задержанную под предлогом необходимого допроса. Этот случай кажется Эндрю подозрительным и он начинает присматриваться к напарнику. А сам Джон допрашивает Мэри. И та вдруг задает мужчине извечный вопрос, зачем он живет? Клерик уверен, что он живет, чтобы продолжать жизнь общества, но девушка высмеивает это. Он возвращается домой и теперь уже намеренно пропускает следующую дозу, пряча пузырек за зеркалом в ванной комнате. Ночью он просыпается от кошмара, видя печь-крематория и впервые открывает окно, удивляясь дождю и радуге над городом. Перепуганный новыми ощущениями, мужчина бежит в ванную и вытаскивает препарат, но останавливается, глядя на себя в зеркало. Днем он выслушивает очередную речь вождя и отправляется на работу в одном строю с бесстрастными людьми в темных одеждах. Он впервые обращает внимание на одинаковые столы и приборы на них и переставляет письменные принадлежности, что тут же замечает Эндрю. Но Джон объясняет это оптимизацией пространства и выслушивает доклад напарника о том, что преступники засели в пустоши. Отряд едет по названному адресу. На Джона выбегает мужчина и тот автоматически стреляет, а потом, глядя в глаза, впервые чувствует сожаление и вину. Позже он находит подвал со старинными вещами и включает пластинку Бетховена. Музыка потрясает его настолько, что он роняет найденный стеклянный шар и плачет, сидя у проигрывателя. Позже Эндрю замечает в его кармане книгу и Джон, вспомнив Эрола, отговаривается небрежностью команды зачистки. Неожиданно им докладывают, что на заднем дворе содержатся животные, за которыми ухаживали женщины и дети. Войдя в вольер, солдаты расстреливают собак и каждый выстрел отзывается в сердце Джона, отчего он вздрагивает. Один из щенков пытается сбежать и клерик хватает его, прежде чем тому удается уйти. Эндрю просит передать пса солдату, но Джон отговаривается необходимостью провести ему анализ на инфекцию. Напарник разрешает ему уйти с собакой, но все больше подозревает его. После рейда Джон отправляется к Дюпону. Он против немедленного расстрела подозреваемых, ведь они могли бы вывести их на целое подполье, да и соответствует ли это закону. Но тот просится ориентироваться не на него, а на веру. Позже Джон просит показать ему вещи Мэри и находит там красную ленточку и небольшой пузырек с духами. Ночью мужчина выезжает за границу города, чтобы выпустить пойманную ранее собаку. Но щенок не хочет уходить. Мужчина берет его в руки и вдруг понимает, что ему хочется погладить это животное и поиграть с ним. Джон укладывает пса на свою куртку в багажник, когда его окружают патрульные. Мужчина захлопывает багажник, но тут офицер требует предъявить документы, которые остались в куртке, к которой Джон не может добраться из-за щенка. Он пытается отговориться, что забыл документы дома. Офицер требует ключи от багажника, и Джону приходится подчиниться. Но тут свет падает на его лицо. Офицер узнает его и приказывает солдатам отпустить клерика. Однако багажник открывается, и пес издает звук. Патрульные оборачиваются, но Джон успевает убить их. Позже он идет на тренировку, где к нему присоединяется Эндрю. Напарник расспрашивает, что он знает об убийстве патруля, и называет адрес следующей акции. Приехав на место, Джон обнаруживает большую группу сопротивления и решает пойти на риск, выведя людей из здания. Но по воле случая он направляет их в комнату, где ожидают Эндрю и другие истребители. Задержанных выстраивают вдоль стены, и напарник протягивает пистолет, предоставляя ему право стрелять первым. Джон просчитывает варианты, когда один из обреченных дает ему знак не рисковать. Джон берет себя в руки и отдает Эндрю свой пистолет, подменяя оружие напарника. После операции Джон просит Дюпона разрешить внедриться в подполье, чтобы уничтожить его. Он просит принести вещи бывшего напарника и находит там его фото с Мэри. Джон задает женщине вопросы и признается, что это именно он убил напарника. А Мэри бросается на него с карандашом, но Джон обезоруживает ее и просит прощения. Позже он изучает фото, обращает внимание на слово, написанное на обороте, и идет в учебное заведение, где, прижав его руководителя, выходит на некоего Юргена. Оказывается, Юрген и есть руководитель местной ячейки сопротивления. Он понимает, что Джон влюблен в Мэри, но женщину уже приговорили к кремированию. Юрген убеждает Джона в необходимости уничтожения вождя. На следующий день Джон идет к Мэри, и она видит, что он не сделал укол в назначенное время. Женщина протягивает ему руку, и они оба еле сдерживают слезы. Позже Джон рассказывает Юргену о приказе найти и уничтожить его и его группу. И тогда лидер предлагает нарушить производство прозиума, чтобы спровоцировать народное восстание. А чтобы отвлечь внимание клериков, руководство повстанцев сдастся в плен. На следующий день Джон пересматривает архивную запись кремации своей жены и выясняет, что тоже был там, но ничего не помнит. Это так потрясает мужчину, что он спешит к крематорию, чтобы успеть спасти Мэри, но опаздывает. Не в силах пережить смерть еще одной любимой женщины, он психологически ломается, что тут же замечает Эндрю, арестовывает клерика и доставляет его к Дюпону. Джон просит проверить пистолет Эндрю, ведь именно из него были убиты патрульные. Получив подтверждение, Эндрю арестовывают, а Джон просит чести увидеть вождя. Но Дюпон отказывает в этом и приказывает все же обыскать квартиру клерика. Джон спешит домой, чтобы уничтожить скрытые ампулы и обнаруживает, что его сын, который перестал принимать прозиум после смерти матери, уже это сделал. Позже Джон докладывает Дюпону, что нашел повстанцев и называет, где именно. Сопротивление арестовывают. А Джон получает эксклюзивную аудиенцию с вождем, но прежде он должен пройти тест и сдать оружие. Но тут выясняется, что все это оказалось ловушкой, устроенной Эндрю и Дюпоном. Появившийся на изображении вождь говорит, что он прекрасно выполнил задачу и превращается в Дюпона. Оказывается, настоящий вождь уже давно умер, и его вице-консул занял место. И он сам, и его подчиненные давно не принимают препарат, так что прекрасно видят все, что нужно. Однако Дюпон не предполагает, что у Джона все же есть оружие, которым он и пользуется, чтобы пробить путь через армию охранников. Джон уничтожает целый отряд и проходит в офис заместителя. Эндрю выходит на бой, но мгновенно гибнет от меча клерика. Дюпон пытается остановить мужчину. Между ними происходит битва на пистолетах, после чего Джон уверенно побеждает. После этого клерик разрушает центр управления, который транслирует пропаганду вождя. В Либрии начинается революция. Сын Джона улыбается, слыша далекие взрывы на заводе по изготовлению прозиума, пока его дочь играет с собакой. А сам Джон стоит в лучах солнца, держа в руке красную ленточку. Это все, что осталось от Мэри, но он при этом еле заметно улыбается. Идея фильма в общем-то неплоха и это довольно крутой фильм, который я смотрел еще в детстве. Но есть пара нюансов. А как же чувство собственного превосходства, которое заставляет тебя двигаться вперед по карьерной лестнице? Это ведь тоже эмоции. Ну и чисто биологически без чувств у человека будет мало стимула к существованию, разве что покушать, поспать и сходить в туалет. А так многие и живут, да? Ладно. На этом сегодня все. Ставьте обязательно лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а также в комментарии жду ваше мнение об этом фильме. А с вами был Костя Немуви. Увидимся совсем скоро!